Девушки отдыхают Девушки отдыхают В последнее время окончательно превратились в крохоборов И монетизируют мои видео в свою пользу, одно за другим Кормить каких-то неизвестных мне акул капитализма у меня нет ни малейшего желания Поэтому, к сожалению, придется обойтись картинками, да моим лицом Приступим! Итак, в городе Янн в обшарпанной общаге просыпается отвязанная стерва-три Которое очень повезло со внешностью и пробивным характером Отчего все местные парни от мала до велика бегают за ней, как собачья свадьба А девушка, соответственно, поплевывает свысока на завидующих соседок Обманутых ею жен, да и самих парней тоже Но только до вот этого дня, потому как вечером ее убьют И день повторится снова, и снова И что бы она ни делала, все дороги ведут к маньяку в дурацкой маске Который приканчивает ее все новыми способами Ни гнушаясь, ни ножа, ни пистолета, ни разбитой бутылки Ни даже сбитого полицейского и подорванной машины А девушка мечется, орет, пытается отбиться, но все безрезультатно В принципе, на фильм можно было бы повесить ярлык Очередной молодежной дешевый трэш Если бы не два но Во-первых, совершенно замечательная Джессика Ротт Которая работает просто как зажигалка И заряжает своей харизмой весь, в общем-то, довольно мрачный фильм Эту девушку мы с вами уже могли видеть в знаменитом Ла-Ла Лэнде Но там она играла, что называется, вторую справу в четвертом ряду А здесь у нее уже вполне заслуженная главная роль Девице удается настолько правдоподобно отыгрывать ужас, отчаяние, наглость, застенчивость, раскаяние Да бог знает что еще, называйте любую из эмоций Что, пожалуй, можно смело сказать Отличная, отличная актриса И во-вторых, удивительно уместный юмор Очень легкий, веселый, что больше всего удивляет, не туалетный Ну, может, пара шуток ниже уровня пояса есть Но это и все Местами ржал в голос Конечно, отрицательному герою здесь слегка подыгрывают Он откуда-то всегда в курсе планов три Но зато фильм практически начисто решен неприятные черты слэшеров В которых всегда все с копом совершают какие-нибудь кретинические поступки Которые нормальные люди не стали бы делать Повинуясь сценарию, лезут на какие-нибудь кладбища Причем обязательно ночью Заползают в норы, из которых, очевидно, нет выхода Или бегут, тогда, когда им сказали посидеть на месте Как же было приятно посмотреть фильм, где шаблон этот намотали на рулончик И повесили в туалет Я не пытаюсь сказать, что девушка с начала фильма ведет себя как Эйнштейн Но, по крайней мере, она совершает поступки, которые на ее месте совершило бы большинство нормальных людей А не жертва сценария Мало того, к картине даже умудрились прицепить мораль На ней все замешано, поэтому не могу спойлерить Скажу лишь тем, кто смотрел День сурка Очень похоже Кстати говоря, в фильме осведомлены о похожести сложившейся ситуации на тот самый фильм День сурка И даже шутят по этому поводу И вполне удачно В общем, друзья, кто не против молодежных комедий-ужастиков, то вам сюда Посмотреть очень даже можно Ну а теперь пора поговорить о гораздо более взрослом Карпе отмороженном Городок в российской глубинке Место, пропавшее в межреальности и тоске Старики да алкоголики Одна из таких брошенных старух Елена Михайловна узнает о себе неутешительный диагноз Ну и поскольку сыну она особо не нужна, берется за подготовку собственных похорон Я так понимаю, большинство уже перекосило от того, что я сказал У него скверное чувство юмора И каждое слово как приговор Опять чернуха Спокойно, ребята и девчата Это фильм совсем не о ней Достаточно было того, чтобы в жизни Елены Михайловны появился обыкновенный Карп Обладающий способностью воскресать Что бы там с ним до этого ни делали Карп этот, как сказочный элемент, запросто ломает привычный уклад картины И превращает ее в комедию о нашем, сейчас будет сложно, экзистенциальном бытии В котором живой человек приходит в морг за справкой о своей смерти А на собственной могилке собирает червячков для того самого Карпа Это один из самых загадочных, юморных и одновременно пронзительных российских фильмов Что я видел за последние годы Не получив финансовой поддержки в Министерстве культуры и фонде кино Продюсер Никита Владимиров заложил свою квартиру, чтобы начать съемки А актеры согласились на снижение ставок Так что государству тут никто ничего не должен Оттого, наверное, и получилось снять вот такой оригинальный проект Плюсом к задумке идет отличный актерский состав Марина Ниелова, Евгений Миронов, Александр Баширов И согласившаяся на эту картину только из-за нетипичности ее роли Потрясающая Алиса Фрейндлих Алиса Бруновна здесь заслуживает особого внимания Как она говорит, снялась только потому, что не помнит, когда играла в чем-то подобном Деревенская бабка живчик, разбитная и малограмотная Негнушающаяся сильного словца и даже беленькой Такой мы ее еще не видали И все это уморительно смешно и необычно, ребята Вообще, так сыграть 80 лет – это что-то с чем-то Поклон великой артистке Это притча Философия, упакованная в шутейный пакетик Фильм о хэштегах Погоня за счастьем И вариативности бытия Я могу еще долго петь ему дифирамбу Но вы у меня умные, уже все сами поняли Для достижения равновесия скажу Свою единственное в фе-картине Мне категорически не понравился финал Хотелось чего-нибудь гораздо более конкретного И жизнеутверждающего, что ли Чем открытый финал, который нам дали Герои, да и мы зрители Этого заслужили Так что, на мой взгляд, картину Ждет не очень хорошее будущее На экранах в прокате Зато на телеэкранах, я думаю, у нее все сложится хорошо На сегодня это все Это Майкл Я не прощаюсь Вот живучая зараза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok